Всем привет! И давно у нас не было высотных работ. За мной, если вы можете видеть, болтается лифт. Ну, или можно видеть здесь, вот, там, не знаю, что болтается. Сейчас мы едем. Очень интересно, мы едем не то, чтобы делать установку, мы едем исправлять работу других. Кто-то уже повесил люстру за 700 долларов клиенту, и повесил ее криво, и нам нужно приехать и починить. Человек, знаете, вот это тот момент, когда человек платит дважды, но мы немножечко ему сказали божескую цену. И он говорит, ладно, ребята, приезжайте, ренаксируйте, исправляйте. Тут U-turn. Блин, с лифтом страшно на кибертраке ездить. Он, зараза, резкий, ты нифига не чувствуешь, а он же может улететь. Ой, боже мой, как хорошо разгоняется, неважно, что с лифтом. Просто сейчас еще погода, на самом деле, немножко такая жутковатая, потому что может пойти дождик, не хотелось бы лифт намочить, но что будет, то будет, сейчас посмотрим. Вот мы приехали, начали работу. Смотрите, какая здесь красивая люстра. Человек 8 часов ее устанавливал, но недоустановил, не в уровень. Получается, что если сверху смотреть, то нету прямой линии. Поэтому сейчас мы этим, в принципе-то, и занимаемся. Так, сейчас уровень устанавливаем. Ножки стоят. Так она не поднимется, пока мы ножки не засекюрим. Да какая разница? Да, я тогда хотела поставить. Что я сделал? Ну, грузы поставить. Не, ну грузы не поставь, когда мы уже подниматься будем. Когда мы выставим ее в уровень. Ну, потому что пока вот эти вот шуткенцы не залакаются, вот в правую сторону, она не даст ей шестеренка. Тут вот самое шляпное место. Так, выдвигаем, правильно? Лучше, начинаем с этой стороны, я думаю. Ну, мне же под самый потолок надо будет подниматься, чтобы потянуть. Окей. Да, поднимай. Еще чуть-чуть. Вот так. Поднимаем. Очень нормально поднимать. Это просто... Потому что грузы... А, нет, подожди. Если мы... Нет, это все правильно. Сейчас в свою сторону и вот эту вот тоже в сторону поднимаем, и все. Потому что пузырек здесь, когда мы начинаем... Ну, уже здесь. Согласен, да. Нет, нет, это... Стоп. Теперь надо полностью эту сторону. Мою. Чем лучше выставим, тем легче, комфортнее будет наверху. Но сказать слово комфортнее наверху, это все равно, что ничего не сказать, потому что мне всегда комфорта не будет. Еще. Нет, это не только приятно, это нормально. Теперь можем выставлять отдельные грузики по этим местам. Установлены все, вестики запылены. Так давно мы не использовали лифт. Что такое? Малочку. Нет. Шуму мы тут нададим, конечно. Что, тяга? По факту, да, ничего. Инструменты не нужны. Две дрели с собой. Ходи стараются. На всякий случай. Я снизу тебе ничего не помогу. Я пошел вверх. Сейчас я вам продолжу, чтобы происходит. Получается здесь. Как и ожидается. Ты очень красиво смотришься с ними. Видите, у нас вообще не в уровень, не вровень. И это наша сегодняшняя задача выставить. Тем временем уже не выставляем. Там одна была плохо защелкивалась, всегда помню. Ну, я отсюда буду видеть, или слева, или справа. Это вот опасная работа. Говорят, что деньги легко зарабатываются. Чем выше, тем больше моют. Это самое напрягающее. Так как я там тоже был, я знаю, чем выше, тем страшнее. И ноги подкашиваются, прям трясутся. Блин, такое ощущение, что надо лифт продавать. Никто не хватит, покупайте. Потому что я уже начинаю стареть, и еще больше бояться высоты. У тебя нет такого же, что со временем больше начинаешь бояться высоты? Ну, когда не тренируешься, как наружу. Я на тебя смотрю, мне страшно. Я думаю, что я сейчас упаду, понимаешь? Мы не жираем, кстати, но и носа, дни наперед, да? Да, ну, потому что... Ну, если ты боишься, мы можем уехать. Ладно уже, поздно. Я говорю, что ты их настолько плавали. Да, просто на эту конструкцию смотришь, думаешь, как она выдерживает. Лучше не задумываться. Ну, да. Не, ну, оно проверено работает, мы знаем. А если... Надо было ее ниже все-таки ставить, отверткой забить. Не, нормально. Все, встала? Да, встала. Окей. Не, ну, я еще вернулся, а не доставал еще четвертый, первый раз. Ну, ты смотри, у тебя же видишь, у тебя еще нижняя каретка, вот до куда ролик, он до туда и поднимается. Не, ну, мы с лифта встали ставим эту инструкцию. С какого лифта? Ну, с него. А я бы не брал эту работу, ты что? Чувак, если леса строил здесь, я не представляю, как он их передвигал здесь, но... Не, он, скорее всего, большой, но сейчас-то выспел эту работу. Ну, черт его знает, 8 часов сказал. Да, когда перепрыгивает, это такой боль. Может, спускайся, Валя. Валя, пожалуйста. Может, спускайся. Я не расстроюсь, если мы не сделаем эту работу. Я говорю, я на тебя смотрю. Понял, что это фильм, некуда деваться. Мы в ритме танцем. Можешь вставить на все дискуссии эту? Хочешь? Ну, тебе уже формально осталось сантиметров 10-20 и все. Да, но я, блин, я только чувствую вот здесь. Ну, типа, ты максимум можешь, типа, ну, стоять в каретке, но идти в проблевать. Да, Женя, если честно, мне так страшно, мы уже все-таки забьем на болты и поехали домой. Я скажу, что, типа, мы не достали нашего лифта, не хватило, и все. Давай попробуем еще чуть-чуть выше. Давай. Потому что деньги не стоят здоровья. Да, она ровно, все ровно, все красиво здесь. Но просто на себя смотреть, я имею в виду, да, я... Лучше о нас скажут трусы, чем мы потом будем... Слушай, прикинь, сколько у тебя сейчас седых волос появляется. А, ну, потому что ты срежешься коротко. Так, давай начнем. Блядь. Мне это как-то не вставлено. Да, я теперь... Окей, давай. Так, я начинаю, я буду вставить в лазер. Стоп, нет, еще чуть. Еще лучше. Лазер нет? Есть. Может, глазки подвижствовали? Давай, выставим лазер. Давай. Еще, еще, там где-то инч. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Стоп, перебор. Вниз теперь. Да, да, да. Да. Есть? Да, я почему-то на нем не вижу леву. А, да, чуть-чуть. Прикол в том, что... Я вижу на той хрени мой уровень, да? А на этой я вижу, что он ниже, штукенция сама ниже висит на где-то инч. Я просто боюсь, если я скажу поднимать, то поднимешь, и он будет за много. Давай попробуем чуть-чуть. Я посмотрю, я увижу отражение вниз. Где-то на half-inch пока поднимай. Стоп. И это тоже. Не могу понять, почему я на нем лазер не вижу. Ага. Ну... Ты думаешь, что это самое грязное, что это за инч, да? Да. У вас это не инч, потому что вот это. О! Ты не шагался, по-моему. Да. То есть... Ну, получается, левел. На фотографии, говорит, красивее смотрится, чем... О, еще где-то и инч. Стоп. Чуть-чуть, наверное, еще, Женя, правую сторону. Чуть-чуть буквально. Правую? Да. Где-то, может, близко? Да, но не рядом. Еще? Еще? Стоп. Давай, другой угол пока. Нам, получается, по факту, надо выстроить все ряды в уровень, чтобы мы потом все ряды... Соответственно, это... Давай, поднимай, скорее, третий ряд. Да, а то начнешь еще потом скажешь, что у нас не на равную дистанцию ряды раз... Раз... Да, и будет вообще тогда за ГОСТ. Ну, да, ну, поднимай на них уровень. Да. Ну, там надо поднимать еще тоже дофигище. Вот так. Стоп. Есть. Ага. А мы... А ты опустить не сможешь, мне вот интересно? Не, я просто думаю, центральный мы сможем опустить. Можем. А если там нету больше веревки? Вот это вот сохранилось. А, можешь, да? Окей, зашибись. Все, все, стоп. Ну, другой угол. А, другой угол. Окей. Ну, я просто переживаю, что мы сейчас... Получится в конце, чтобы не было такое, что скопление, там, сверху мы с тобой разрядили, а снизу скопление, окей. Ну, какой-нибудь есть. Ну, все, теперь правую сторону можешь еще сделать? Какой? Третий ряд, правая штука. Вот эта? Они все болтаются, я не знаю. Нет, правее еще, та, которая не болтается. А теперь ближе к тебе, которую ты первый раз тянул, чуть-чуть выше. Чуть-чуть. Ты другую сторону... Да, начинай другую сторону, потому что вот так вот деликатненько вы с нами все, наверное, наблюдаете. Ну, если не дотянешь... Нет? Нет, я достал. Окей. Ну, когда правильно она работает? Ой, я испугался на секунду, что она не работает. Да, поэтому там 12-вольтовый по-любому в штукенции. Люстра, конечно, говно, если честно, но... Заву, да? Ну, у нас, смотри, у нас все металли сейчас уже выставлены хотя бы. Ну, с этой 3 сделано, потом 4 сделано, потом 3 сделано. Да, у нас последние 2 ряда не сделаны, правильно получается? Нет, они там уже без сих пор. Тот момент, когда виден свет в конце тоннеля. Нам подтвердили высоту, и все, Женя спускается, и мы переставляем наш лифт. Долго? Та-да-да, это как это, в Терминаторе. Мне кажется, Женя, скорость поменять надо, блин, на дрели там, нет? На вторую попробуй поменять. О! А ты думаешь... Потому что я думаю, нифига себе ты так долго поднимаешь, это жесть. Не должно быть. Ну, блин, 5 минут спускаешься на лифту быстрее. Все. А, ну, что же мы? А, хотя бы сложилось, мы все равно. Блин, ну да. Нам теперь надо самая выгодная ситуация, попробуй посмотреть. Ну, а теперь поспасим. Первый раз надо вот так вот здесь, и один раз вот так вот здесь. Ну, да. Потому что мы уже инвергнем на статус, как вы видите. Именно третий ярус. Не разбирая лифта, мы сейчас его ослабляем. Опускаем, вернее. Так, это уже на ножки, и это тоже, походу, на ножки. Перлески какое. Не зацепить, боюсь, что зацепим сейчас. Хармоники всякие. О, не телевизор, как у меня. Нет, хорошо. Мы нормально отсюда, если наш коза едет. Ну, а теперь 5.25, выставляем уровень. Ну, уже виден свет в конце тоннеля. Уже ножки привыкли уже? Да, ну да. Только я хочу, чтобы батарейка садится. Ужагреться. Ну, да. Там он, видишь, в черной штукенции, внизу самому, на полу. Это если у тебя батарейка сядет, вручную можно спускать. А, спускаться? Да. Только ты прикинь, сколько вручную надо оборотов сделать, чтобы спуститься. Но лучше так, чем... Ну, может быть. Поняснась? Левый угол вниз. Да. Стоп. Все. Блин, прям с первого раза попал. Блин, здесь все тросики в ланжу полу лазили. А, ну, что поделаешь? Блин, надо будет какой-то трех-трех полу, или что надо будет заправлять? Это? Вверх на инч. Все? Да. Стоп. Ты что, тренировался? Все. Да, там мы переставляем, теперь делаем прибывок. Второй снизу. Так, вот это... Подождите. Сейчас попробую лазер настроить. Ой, блядь. Назраем, вроде бы, настраивали. Что говоришь? А, или нет? Мы настраивали три штуки. Не, я не думаю... То есть, одну надо подвозь, да? Надо вверх, да. На сколько? Правую сторону на инч, левую на два. Оп. Теперь немножко правую на чуть-чуть буквально. Вот так, идеально. Hello. Sir, I'm in Texas. Okay, okay, thank you. У меня есть работа в Джерси, в Нью-Джерси, в Нью-Йорк. Он говорит, хорошо. Я говорю, я в Техасе. Хорошо, но мне нужно сделать слайд-свич. Типа, вообще жесть. Так, чуть-чуть еще правую сторону на пол инча. Ну, мою правую. Я для тебя говорю. Подожди, а как так получилось? Что? Нижняя часть теперь... Будет так, короче. Получается, что эта штука вытянутая, и у нас теперь гэпа нету перед минимальным. Но это будет переход у нас такой. Не понял, вообще. Самая нижняя штука теперь не висит ниже, чем вот эта штука, которую мы с тобой контролировали. Потому что они разные, но не висли. Да, да, да. И это вытянутая. Ну, будем считать, что это такой переход. Да, давай. Next. Смотри сам. Скорее? Да. Намного? 8 инчей. 8 купила. Да хватит. Все? Идем, да. Нет, да не... Да что мы будем делать? Ну, это вот вообще нежданчик. Это... Это вообще основа. Ну, это эффект всей люстры. Потому что у нас осталось 3 штучки настроить, вся люстра готова. 7-11. Вот эта, да? Да. А если мы обманем систему? Давай. Короче. Вот эту вот штуку мы поднимаем, а та, которая левее, ее ближе к outside, опускаем. Типа поменять местами вот эти вот... Вот эта. Да. Будет заметно, конечно, да? Не, ну а что мы теперь будем делать? Я не знаю, что она не пенится. Ну, там просто узелочек, возможно, поэтому... Блин, ну это такая шляпа, ну... Надо было снизу начинать, да? Все так хорошо начиналось. Все так уже хорошо заканчивалось. Это тот момент, когда ты думаешь, вот-вот-вот оно. Грубо говоря, я сейчас из-за нее все подниму. Прямо все люстры, Женя, да? Да. И даже центральную часть. Надо. Просто опять поднимать. У нас там места для провода не хватит. Мы показали клиентке, рассказали всю ситуацию. Говорю, мы можем, конечно, все сделать, но нужно все по новой лифтать. Это будет немножко дороже, чем с вас хотели денег. Я вам сказал, знаешь, что если ты мне не сказал, я вообще в жизни бы не заметил. Но это не то, как мы делаем бизнес. Мы всегда честны с клиентом. Извините за мерцание. Да, он. Да. Не, ну оверл красивый, но я не мог бы не сказать, ну что он. Вот скорость у меня. Здесь шпанга удлиненная, самая длинная, длинная шпанга. Я заметил, знаешь, что эта девушка любит все изгибистое. Вот, смотри, люстра изгибистая, да? Вон там часы, видишь, такие, типа, изгибистые. И там кружка стоит на подоконнике, тоже изгибистая. Смотри. Зеркало изгибистое. Да, да, да. Вот прямо она любит. Волна. Море волнуется. Раз, наверное, она это любила играть. Стаканчик. Смотри, Жень. Вау, прикольно. Ну, прикольно. Да, я вот посмотрел, все. Разбирай книг? Да. Спускайся и разбирай. А? Больше людей не следует? Она нам верит. Безопасность, прежде всего. Сейчас мы засекюрим. Подбери? Окей. По правилам идет секьюрит, вторая проверяется. Ну да, можешь ехать. Так, так, так. Так. Все нормально. Я когда бы мы сюда ехали, грузики все сгрузили, а на самом деле надо это, на эту сторону, потому что вот эта сторона тяжелая, он вечно в ту сторону так увеляется, особенно на повороте. Так страшно. Сейчас мы тут переложим. Знаешь, что? Деньги пойду заберу и переложим. Я пока. Так, все стоит. Садимся в машину и едем обратно сдавать. Вернее, ставит на сохранение до следующих заказов. У-у-у! Сейчас я еду, и он намного стабильнее. Когда грузики на левую сторону перегрузили лифта, сейчас уже поворачивать и ехать немножко удобнее. И он уже не так шатается, но все равно страшновато. Пока работали, он и распогодилось. Прям хорошо на улице, приятно. Дома новые строятся. Сначала заборы сделают. Вот это мне нравится, что я помню, что вечно проблема в наших странах СНГ. Сначала болото разведут, что-то построят и потом начинают делать только дороги. Здесь же все наоборот. Они сначала сделают заборчик, сделают дороги, ограждения. И потом по этой бетонной дороге техника ездит, с ними ничего не случается, все нормально и уже строят дома. Ну, круто. Конечно, может быть, это из-за специфики почвы. Здесь просто глина, но я думаю, что в любом случае, если хорошо к дороге сделать, то ничего с ними не случится. Особенно, как я говорю, здесь в Техасе толщина бетона полметра плюс-минус. Не знаю, но в общем, каждый раз, когда они делают ремонт, там такая толщина внушительная. Когда мы разгрузились, можно смело, спокойно, со спокойной совестью отправляться домой. Потому что на сегодня выпуск подошел к концу. На следующий выпуск. Пока.